Друзья, я начал запись. Сегодня 7 марта. Какой у нас день? 8 марта. Поздравим всех женщин, кто нас слышит. Теперь нам надо с тобой попасть. Ты не в курсе, то ли 8, то ли 9 серию с вами, с тобой и с Сенькой. Я уже снимал, это будет 9 или 10. Последняя тема наша была, это корни. Я прекрасно знаю, что сейчас ты мне не собеседник. Ты этого не можешь знать. Оказывается, этого не знает огромное количество людей, включая тех, которые называют себя специалистами, экспертами. Итак, поехали. Вот отсюда начнем. Значит, мы до сюда дошли с Сенькой, я объяснял. Значит, это продажный саженец, который мне впаривали вот этот вот борт машины, так, которая привезла на валу саженца. Саженца, они сказали, что это привитая, заметьте, сказали, что это привитая черешня и протянули мне. Я ее сфотографировал, вернул. Дело в том, что случилось, почему я решил эту тему поднять. А то и дело просто слушать. А давай посмотрим, тебя видно? Да. А, видно. Дело в том, что я последний фильм снял и на последнем вебинаре показал жуткую вещь. Человек в ранге доктора наук показывает, как правильно садить саженец, держит саженец яблони. Но весь мир показал, что у него корней еще меньше, чем тут. Вот, тут еще вот волосок, вот волосок. Конечно, он посадишь, он умрет, но большинство людей об этом не знает. А там доктор наук выбрал такой саженец. Неужели это было улучши саженец? Там был все вот один, вот такой, вот как я показываю, да? Даже вот этих волосков не было. И так же было обрублено. Я туда провел аналог. Я вас не буду там показывать, позорить его лишний раз. Сейчас. Вот это есть уровень. И сразу скажу, вот. Фактически я тебя обучаю, я надеюсь, что хотя бы немножко детей. Взрослые, это полные, это невежие. И самое интересное, что учиться не хотят. А то вот уже везло, просмотров мало. Ну, конечно, мало кому это интересно. Такая тема. И так вот, если вот здесь отрезать, вот видишь, нормальная пучка. Вот здесь, чуть выше. Не весь целиком полтора метра посадить. А вот тут отрезать, маленький-маленький шанс, что вдруг вот эта пучка проснется, еще вот эта. И он может выжать. Идем дальше. Самое интересное впереди. Это стандартная процедура. Вот я даже помню, как приехал человек на автобусе с Казахстана. Вот. Ну, правда, жил он на границе, и для него это не проблема была. Автобус, пересадка, и вот он у меня в гостях. Докупил яблок. Вот. Мы его долго уговаривали, что мы отрезаем не только, чтобы удобнее было в автобусе везти, а потому что тогда нормально приживется. А если его не обрезать, верхушки могут отмерзнуть. В общем, начинается та самая эта. Вся страна садит необрезанные саженцы. Миллион посадили, миллион больных. Два миллиона, два миллиона больных. Вот. То есть, эта обрезка, обязательно процедура в нашем питомнике. Я подозреваю, в единственном питомнике в России, где продаются полноценность. Коль уже корни искалечили, ну, конечно, не до такой степени, вот, то всё-таки, ну, мы вынуждены... А какие у нас корни? А давай покажем. Вот. Возвращаться как-то неловко, но всё-таки, всё-таки. Вот это одна из всех яблок сейчас покажу. Впечатляет? Нет. Нет? По крайней мала? Меня впечатляет. Спасибо. Молодец, Сергей Жилин. Вот. Идём дальше. Вот. Значит, возвращаемся там, где мы были. А мы были вот тут вот. И продолжим эту тему. Продолжим эту тему. О, памятник какая. А вот здесь мы были. Следующее. Вот это вот. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот это вот слива. Так. Вот. Для чего я не только длинный корень нужен? Я же учил ученика, то есть школьника. Скажи, пожалуйста, в каком ты классе учишься? В пятом. В четвёртом? В пятом. А когда ты успел? В этом году. Дед, серьёзно? Да. Господи, я твой родной дед и не знал. Так. Как-то быстро. Так вот. Пятый класс. Скажи, учительница не делала такое, как делали у нас в пятом классе. В это самое, во Владимир-Волынске нас детей военных возили в город. И там была настоящая средняя школа. Деревня была четырёхлетка, а там было, а пятый класс пошёл. И нам под микроскопом показывали, как устроена клетка, клетка, настоящая клетка, именно цибули. То есть, лука. Я впервые увидел, что такое настоящая клетка. И не поэтому стал садоводом, но и поэтому тоже. Так вот. Почему я это говорю? Учительница нам в школе, это примерно шестой класс. Так. Или седьмой. Она брала стакан и говорила, вот этот стакан с водой замерзает при температуре. Ну-ка. Ноли крылось. А ты откуда знаешь? Знаю. Ой, господи. Всё, не пропадёшь. В настоящем садоводом выручить его. Значит, нуль градусов. А если туда щепотку соли насыпать? Не знаю. Не знаешь? Дело в том, что если насыпать щепотку соли, поставишь на мороз нуль градусов, она не замерзает. Минус один не замерзает. Почему? Потому что солевой раствор имеет другую точку замерзания. Это же, зачем вот дерево выросло этот корень? Объясняю. Чем глубже он полезет вниз, туда в землю, тем более насыщенный солями раствор. Мы называем минерально солевой раствор, пока тебе это можно забыть тут же, но что-то в голове останется. Если она, допустим, вот этого корня нет, а учебника хочет отрезать центральную корень. А зачем? Отрезшего вот эти пышнее будут. Вот эти боковые. Они не знают, для чего дереву нужен центральный корень. Теперь ты это будешь знать, там снизу он черпает незамерзающий раствор. И тогда в одном случае отрезать центральную корень, пусть даже зарастет рано, она, кстати, не зарастет, она при минус 30 наберзает. А если вот это пойдет вниз, а это китайка, китайская слива с Дальнего Востока, она при минус 40 не только не заберзает, она еще благословит, как ни всем не бывало. Вот для чего нужен центральный корень. Может, запомнишь? Запомнил, может быть. Потому что, ты знаешь, на наше поколение надеется, не знает никто, а не веришь, посмотрите, что будет дальше. Так, держись за стул. Вот это вот, к нам пришли, Сергей взял, с Крыма выписал яблони и першики. Мы першики посадили, они даже не проснулись, то есть, сразу были мертвы. Это наш уровень пашиночных этих технологий. Выписал, заплатил, получил, посадил, через месяц выдернул мертвую и выкинул. но яблони у меня две продержались, то есть, он это, у нас, Сергей выписал, деньги выбросил, но не все. Вот это были, вот так вот были сделаны, то есть, это примерно такое, здесь глина, здесь торф, вот это все, да, откуда, что берется, это важнейший момент, может быть, детям это скучно будет, но вдруг запомнят. Дело в том, что там нормальный метровый саженец, корни выросли как? Вот представь себе палку, воскну в землю. Из палки выросли корни. Вырастают корни. Вот. Но можно считать вот такими полноценными? Нет. Вот такими? А, вот такие, да. Вот это вот нормальный корень, это семечко выросло, из семечка, а вот это из палки. Теперь, якобы эти корни даже выкормить, никогда. Тоже было 6 яблок, 4 умерли сразу, 2 еще год протянули. Но почему протянули? Вот. Дело в том, что они очень живучие, раз. Ну, может быть, чуть больше корней было, 2, вот они корни. Хоть что-то есть. И, наконец, самое главное. Почему это чистая 100% халтура? Дело в чем. Сейчас я на этом примере покажу. А, вот на этом примере покажу. Я делаю крупный план. Смотри. Вот, этот умер, почему? Ну, корней тут с Гулькина этот. Нос, так? Согласен? Ну, разве такую метровую палку выкормит вот это вот жалкое создание? Нет, главное, сунули посылку и забыли, деньги уплачены вперед. Теперь, вот это вот, получается, что такое палка? Палку воткнули, есть такое место, называется граница среды. Воздух, земля. Именно здесь начинается разрушение. Еще не успели продать этот саженец, нет, не так. Они уже успели продать, а у этого места уже сгнило. У этого саженца, вот у этого, есть корневая шейка. Это самое крепкое место. Самое крепкое место у любого саженца, выросшего из семечка, из косточки. А вот это, вот это, смертельный номер. Это значит, что палка гниет именно на границе земля-воздух. У нас, у металлургов, знаешь, что-то уйдет металлург, заслуженный и прочее. Так вот, у нас у металлургов есть понятие коррозия металла. На границе среды металл разрушается, просто берет и разрушается. А деревья, оказывается, то же самое. Вот оно, это место, вот, согласен? Вот это, вот, приглядись. Оно уже, а ему еще расти бы 20 лет. А люди не понимают, что им продают уродов, потому что палку надо было больше, чтобы она росла, ее поливали, и это место гнило. Вот это место, потому что корневой шейки у палок нет. Вот. Идем дальше. Ну, еще, это из той же оперы. Вот, вот, видишь, ну, мне уже, ну, тут немножечко корней, ну, спасибо, ацы родные, спасибо. Хоть немножечко. А этот продержался, чуть-чуть продержался. Я с него успел черенок срезать, и тогда он сдох. Так, смотрим. Ага. Вот это вот компания, бригада наша, Сергей Железов, вот, это твой дядя, так, и дядя Андрей. Красный. А? Отец Красный. Да, он еще и твой Красный Отец. И дядя Сергей, дядя Андрей. Они поехали в тайгу, накопали, корни паршивейшие, но искусство прививальщика заключается в следующем. Прямо в такие и прививают, так, вот, не давая им год расти, но тем не менее, искусство прививальщика, мы вернусь назад, похвастались, а как? Получается, вот такие вот саженцы. Минуточку. Вот такие вот. Растет и корни растут, и кроны растут. Почему? Я, твой дед, добился полной, стопроцентной совместимости дикой сибирской яблони из тайги с культурнейшими, с культурнейшими сортами яблок. Чем их остаюсь? Вот. Теперь смотрим дальше. Вот это крупный план. Сейчас, помент. Вот это крупный план. Так. Казалось бы, где эти корни? Ужас. Но тем не менее, результаты прекрасные. Вот этим похвастался. Так. Вот. Теперь, для чего здесь умеет эта фотография? Казалось бы, речь идет о корнях. А при чем тут? Как это называется? Плод? Нет, нет. А что? Дерево. Как называется? Какая-то обычная. Войлочная, может быть? Не может, а войлочная. Ухи, темнота. Ты с каждым годом все вместе знаешь. Когда был маленький, все схватывал на лету. Пятиклассик. Когда-то в пятый класс пошел. Так. Идем дальше. Почему я эту фотографию красиво разместил? Два-три ведра это минимум. Вот. Отборная волочная вишня. Мы ее едим. Нет, мы ее не едим. Знаешь, что мы делаем? Мы ее жерем. Настолько она вкусна. Почему я показываю? У нее корниш тоже есть. Так. Условия. Вот здесь вот получилось каким-то образом, что когда я нашел такое местечко, куда бы ее воткнуть, оказалось сплошной гравий. Прям вот камушки, камушки. Я в этом гравии выдал его. А откуда он взялся? Ну, потому что когда дом строили еще до меня, да? Ну, там. Поем делали. Куда гравий девали? Вот сюда сыпали. А мне сажалка. И я ее посадил прямо в гравий. А вот там вот, вот посмотри внимательно. Ты видишь, что за ней еще растет одна. Ага. А там на битом кирпиче ее не садили, она сама взошла. Прям на битом кирпиче. Так вот, корни, то есть она окажется настолько разнестойкая, она прекрасно растет на гравии, на битом кирпиче. Значит, годится для крайнего. Ну, то есть, неприхотливо, невероятно. И у нее небольшие корни. А ее же надо посадить там, где близко грунтовые воды. Длинные корни выпривая это, вымокается дерево гибнет. Вот для чего она нужна. А это июль месяц. Даже в Сибири в конце июля ее уже можно кушать. А ведь это витаминоз. Это же чудо, это сказка. Она должна быть в каждом саду. А теперь даже в Сибири в каждом саду нету, до сих пор нету. При том, что минус 40 выдерживает. Обидно? Причем каждая косточка она еще и будущая идея. Вот я не помню, я в другом месте у меня, там схожесть такая, посажены штук 500 с Сергеем, а взошло только впечатление все тысячи. Настолько яркая картинка. Ладно, идем дальше. Вот это я хотел показать, так? Для чего нужна вылочная вишня? Для особых мест. Вот. Это тема корней или не корней? Сейчас, вот это вот. Посмотрим. Это корень или нет? Так вот, дело в том, что эту фотографию мне прислали. Это не моя фотография, это не моя блюдца. Вот. Она мне пригодилась как наглядное пособие. Человек и простой. Э-э-э-э. Это песня про водяного. Так вот, значит, он ее посадил глубоко, а теперь спросил, что же ему теперь делать? Он уже знает. У него такие же фотографии. Посмотри, где корень начинается? Вот здесь? Да. А вот это штамп. А почему он белый, почему он не настоящий? Почему это инвалиды? Да потому что закопано было на несколько сантиметров. И вот смотри, корень как положено. Вот он. Где ему надо, там он есть. Вот граница. А это он пробивался через землю или через песок. Вот это вот. Это страшная ошибка. Вот этого не должно быть. Это причина того, что может сразу сгнить. Может на следующий год сгнить. Простет, простет. Ой, опять все погибло. Вот это надо знать. Вот это вот страшная ошибка. Заглублять нельзя семена. Ну, я вынужден заглублять полсантиметра. И то, потому что оставься на поверхности. Мыши сожрут. Так нет. Вот. Много врагов. Так. Ну, помнишь, я бы говорила, что из палки выросла, вот эти вот, крымские. Это они годом спустя. Ти-ти-ти-ти. Я их год прошел, я их что сделал? Без всяких усилий выдернул. Вот что мы имеем. Вот. Это вот так покупать на рынке. Ну, на рынке то же самое. Тут еще, видишь, тут хоть небольшие посылки, они же не могут два-три метра посылку запихать. Обрезать пол штамба, пол верхушки, по верхней части кроны никому голову не приходит. Тут посылка хоть компактная, а на рынке два-три метра вон еле влазят в микроавтомы самые высокие. Так. Еще немножко и закончим. А это уссурицкая дикая груша. Так. И семечка, семечков закопаны вот так вот, показываю, пол сантиметра. Часть уже у меня проклевывается прямо в холодильнике, это хорошо. Вот. И год спустя, даже не год спустя, это этой же осенью, вот они выросли, и теперь они будут пересажены, так, и на следующей весну привиты. То есть осенью пересадка, о, на дальнем плане, смотри, эти же груши, вот они, вот питомник на дальнем плане. Вот. Это наша технология. Вот. А это просто, знаешь, что за фотография? это семена груш, вовремя не проданы, они также в Соропевске. Мы еще что с тобой делали на кухне? Песок, косточки. Да, песок, называется, сертификация, и в холодильник. Мы это сделали, забыл тебя сфотографировать, и ты не напомнил. жалко. Так вот, прошло, тут нету даты, но это где-то уже июнь, или конец мая. Продать не удалось, достал банку, высыпал. А это говорит о чем? Схожесть хорошая? Я думаю, процентов 90, да? Схожесть. То есть проснулось почти все. Это к тому, что столько добра пропадает, потому что она особо-то никого не интересует, это же у дикого суриска груши. Но все наши сладкие, помнишь, сколько фотографий? Помнишь свою нарядную фигуру, которую ты влюбил? Да. Ну, вот это ты мастер, вот одна фотография, и вот вторая. Нет. Давай, у нас с тобой что? Тема корни? Вот это, это Сергей Железов на продажу выкопал. Он непривитый. Непривитый. Он пытался такие продавать по 700 рублей, что-то плохо пошло. Ну, сейчас, наверное, на рублей 500 у него стоит. Но он дает прекрасные плоды, 20, 25, 30 грамм, бывает 40. А вот кисло-сладкий, сладкий кисло. Некоторые, отчисто сладким, его расставят. Ну, знаешь, это, я считаю, что он в каждом саду должен быть. Он и опылитель великолепный. И никогда не замерзает. До минус 50 удержит. Это был жесткий абрикос. А почему? Ну, как гляди на корни. Ниже, ниже. Они уходят на много метров. По землю. Да, и там что у нас? Минеральный, солевой раствор. Там нет чистой воды. Им тепло, там по земле. А, кстати, еще и тепло, по земле. Слушай, из тебя, кто будет? Да. Так, вот эта фотография, она учебная. Ни за что не догадаюсь, в чем дело. И сейчас я скажу, и мы закончим очередной фильм. Это еще одна тема. Она важнейшая, она краеугольная, словополагающая, которую не знает практически никто. Если взять тысячу учителей, с тысячу, посадка деревьев, везде огромная яма, вот, это типа карьера у нас, а там везде огромная яма, вот, набивается перегноем весь состав минеральных удобрений, осорное, калийное, натриевое, калиевое, я боюсь говорить, а то вдруг кто-то записывает уже. Ничего этого делать нельзя, никаких этих подложек, никаких этих дренажей, никаких керамзита, никакого битого кирпича, никакого речного песка, никакого этого металла, никаких этих долбаных, этих, ой, извиняюсь, ребенок рядом, никаких этих самых шиферов, чтобы перекрыть кислород, не перекрыть, в общем, глупости хватает, так вот, самое главное, чего не знают все, вот, начинаю издалять, тогда нужно знать, если тебя, ты поранил пальцы, и, допустим, вот в эту яму, которая стандартно приготовлена, там перегной, который перегнивший, недогнивший, минеральное удобрение, все, что я перечислил, да, все, 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 это, вот, и ссуешь туда рану, вот пальцы, кровоточат, и ты туда сунул, что будет? Заражение крови. Правильно, как оно официально называется? Столбняк, ты можешь даже просто умереть, и вот деревья, вот в этих клаке, я это называю клакой, вот, вот это дерьмо, которое все набито ямой, второй раз перечислять не буду, это клака, в нее ссадят деревья с корнями искалеченными, они и так уже бедно искалечены, а их ссуешь туда, где не закончились гнилостные процессы, и не закончится еще много лет, вот, а здесь что? Вот здесь вот, у Сергея Валерьевича, это самое, там слева, вот, и вдали, там у него, значит, стоит стол, так, там, значит, это самое, горшки готовятся, и каждый горшок почти полный, какая земля, стерильная, вот эта земля, она сотни и тысячи лет была непрекосновенна, то есть ее никто не копал, и вот, наконец, мы раскопали, прямо на все эти участки, бывает, привозной пользуются, ну, бывает момент, когда, ну, никто не хочет привезти, бывает такое, вот, и у нас маленький такой курганчик, и вот, мы берем землю, стерильную, запомни это слово, которая, когда-то пригодится, которая, процессы, все знают, она, в ней полна бактерий, она нетронутая, она чистая, с этого самого, но гнилья в ней нет, и корни в ней могут жить, ну, понятно, корешок надо нарушить, там, замазать, торец, если он испорчен, это дух не испорчен, даже, ну, вот возьмем, вот это, посмотри, вот эти корни, можно сгновить запросто, вот той клоаке, метровая яма, сколько я этого показывал, ругался, бесполезно, вот, никто меня не слышит, вот, это одна из причин успеха, что у нас деревья растут, заметь, удобрений нет, растут как бешеные, даже можно за той спиной, видеть, вон они, априкосы, а им еще год не исполнилось, так, я надеюсь, высказался, как мог, стерильная земля, в горшках, стерильная земля, это, для того, чтобы, посадил, или это, ну, посадка на холмы, это отдельная тема, мы еще будем проходить, так, сейчас мы в крупный план, для чего, я иногда заканчиваю так, я беру, захожу сюда, вот это мой сайт, когда набираешь три слова, допустим, здесь, сайт с одного до железного, но здесь уже готово, мы попадаем на сайт, и здесь, я всем говорю, валидол, я подожду, валидол, особенно для людей, нервных чувствительных, которые уже, есть люди, рекордсмены, по 20-30 лет, каждый год покупают саженцы, мне жаловались, не десятки тысяч потратили денег, нет, не десятки, это же так много, сотни тысяч, и это не шутки, я же на вебинарах показываю, эти письма, все по-честному, и вот тогда, в этот дом принесли, положили под язык, идемте сюда, имел бы я право говорить, что никаких ям огромных, никакого дерьма в эти ямы, кстати, где-то я этого парня видел, узнаешь, это ты собираешь эти самые, я забыл, что? Агрикоз? Нет. Нет? Сливы? Нет. Так, все, Сенька уже помнит, мы жушьерех, все скажут, а, конечно, мы жушьерех, а что же это, да? Так, ладно. Так вот, вот это вот все, дает мне право критиковать, десятки агроприемов, стандартных, общепринятых, и одновременно губительных, часть этих смертельных, одно из них, это посадочная яма, вместо нее у нас все наоборот, вот, я же не был тут, посадочная яма, обычно, проваливается вот так, и навсегда, и сгнивает у них все, так, вот это вот, а, ну я специально еще покажу, знаете, что это, это мы, когда у нас было, 40 федер собер, собрался с мамой, а они еще остались, сейчас покажу, ой, люблю хвастаться. Там еще осталось, не видишь, десять, да, еще, это, был бы, ну приехали бы ученые, приехала бы комиссия, ну, или там с этого, как она называется, Гиннеса, Гиннеса, книга Гиннеса, рекордная, сейчас я покажу, что это факт, мы несколько раз собирали, мы уже за раз собрать, не можем, сейчас, где-то ты, или это не 22-й год, ну-ка, и на этом закончим, на этом закончим, а не 22-й, показать, что ты будешь соучастник, вот, и что ты уже до того, по-моему, привык к такому саду, тебя сейчас ничем не удивить, ничем, сейчас я ищу, я мог перенести в папку с детьми, а сейчас ищу тут, это все в этом в один год, казалось бы, невозможно, да, так, так нам же телевидение приехало, да, вот, вот оно, телевидение, и тогда, это, ты и мама твоя, вот, Дарья, при телевидении, сейчас найдем, раз подходим к этому моменту, вот, вы при телевидении собирали, вот твоя мама, вот при них собирали, 30-го июля, это твоя мама собирает, ты знаешь, что обидно было, накрасилась, знала, что телевидение будет, вот, я понимаю, настоящая, это, как ее назвать, фотомодель, да, и сейчас тебя покажу, и мы закончим на этом, сейчас, вот, где-то рядом, недалеко от мамы ты должен, а вот он ты, а вот он, вот он красавчик, посмотри, как ты собираешь, я, четыре раза по десять ведера, и сейчас, и сейчас, значит, побежат, уже, такие, неводные, ой-ой-ой-ой, ну что, удивили народ, теперь поверят, что вот это вот, вот это вот сейчас, без всяких ям дурацких, вот это вот, никаких ям, все, давай так, сейчас мы с тобой будем прощаться, очередная серия сделана, вот, остановить запись, я что-то на прощай, надо сказать, продать, мы для чего сейчас, сертификацию делали? для того, чтобы, продать, вот, дед, напою хохохо, но я там не говорю, продать, вот, чтобы таких садов, вот таких вот, было тысячи, 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 и я скажу гордо, я своего добился, снял два фильма, это уже без тебя я снимал, я просто тебя, как колени говорю, хвастаюсь, значит, с Ленинградцем, и с жителем Пскова, после этого, у меня три человека, купили по тысяче косточек, вот эти вот, вот эти вот, только не вот эти, которые я сейчас показываю, это жирнели, с Украины, вот, это, один рекорд был, да, а второй рекорд, он у меня вот тут, сейчас покажу, ну, вот это просто обычное дело, это по всему саду, это по всему саду, вот такая картина, почему мы собрать не смогли, сколько мы собрали этих самых, трехлитровых банок? 150, скажи громко, 150, 150, трехлитровых банок, а потом сказали, все, мы не можем больше, вот это вот, остатки, это, мы мякоть, отделяли, сушили, мыли, а вот это что, а мякоть выбрасывали, а то некоторые говорили, продайте, и, вы все, все это, чтобы всю страну поднять, вот, чтобы везде вся страна вот такая была, ну, и, наконец, я хотел показать, мой джурский абрикос, который, кто-то тут собирает, а, это нет, это культурные, это наши гости, а, мне чужок, что ли, ну, пришлось, это, куда было девать, пришлось угощать, мы не продали ни на одну копейку, это мы просто дарили людям медами, но это уже сладкие, культурные, так, так, вот, вот, вот этот, вот эта дама, Татьяна Александровна, моя невестка, она сейчас саженцами торгует, согласись, только тот, имеет такой сад, имеет право саженцами торговать, больше 150 плодопитомников, присвоили, вот эти мои фотографии, вот эти вот, вот эти же, да, вот, садов нет, а они торгуют саженцами, сейчас я хотел показать, знаешь, кого, Андрея, он бедный, тоже, каждый, каждый тридер, с одного дерева, патриарх, собирал по, это, по 10 ведер, три раза по 10, потом сказал, больше не могу, после этого мы собирали, еще 10, и тоже осталось еще, еще искатели, уже хватит людям голову поручить, или как принято говорить, лапшу вешать, так, а это кто у нас, а красота какая, вот, вот так девушки должны жить, где, в саду, так, где у нас Андрей, там еще полные гуси, или уже так похвастаться, вот, это мы собирали, да, теперь осталось пустяки, продать это все, ну, еще бы Андрея показать, с ведрами, можно закругляться, ну, сам пойду, для чего мне это надо, для того, чтобы, вот, для того, чтобы, его, ой, бедный ребенок, Игорь, твоя сестренка, этот листал, я уже давно нашел, а я все листаю, 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 смотри, вы знаете, все сделали, вот этого дикаря, с тобой, ну, ты же все эти годы, со мной был, окультуре, это чистый дикарь, был, с этих, с этих, господи, с гор, гор, вот, сейчас скажу, как называется, память, католийский город, теперь смотри, что мы получили, вот, смотри, ну, это дикарь? Да, маленький, формально, я все равно, Андрей, найду, и закончим на этом, значит, перенес другую папку, а как хотел похвастаться, ну, давай тогда этими похвастаюсь, вот этими, в этом году, из-за дикого урожая, они такие мелкие, посмотри, какие химеры, которые считаются, раз химера, тфуих, это на меня, и на Лутинкова, тфуих, у них химеры, нормально, чем тебе химера, не говорить, не устрема, это надо насильно, надо кормить человеком, нам сказать, ну, что, вырубаем химеры, сразу кормить, двое держат, третье, в рот пихает, пихает, а тебе скажи, вырубаем химеру, химера, чем она хуже Королевского, посмотри, ну, что, на этой красивых фотографиях, черешню видел, на дальнем плане, на этом мы и закончили, все равно, Тимур сразу скажет, мелкая, ну, ее, сразу скажет, те, кто меня терпеть любит, вот она, грязь, это через, ай, тьфу, вот таком мире живем, все, друзья, я высказался, потому что, вы знаете, Тимоша, ну, мне еще обидно живет, столько грязи в интернете, ну, что им вот это не устраивает, почему не дружить со мной, те, кто больше всех, я вам говорю, девчата, выпустите, я вам сейчас вышлю, я вам дарю сотни косточек, любые, какие хотите, и вот, пожалуйста, только не это самое, не брезгливо, не отворачивайся, ведь это и будущее сибирского садоводства, вот, я говорил с этим по Фрейду, будущее российского садоводства, вот, от самых мелких до самых 100 граммовых плодов, вот, что получается, и никаких дикарей, где они дикарей, где они увидели, банджурцы прекрасные, ух, ну, что ж жердели, вот она, уж, ну, что жердели мелкие, ну, приходят гости, и они их едят, 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 набивают эти, этими-то я не торгую, я просто дарю, все, выговорился, вот это называется, остановить запись, короче, косточки покупайте, вы поняли, да, если хотите, такие сады иметь, или просто выращивайте, или как три человека по тысяче косточек вы писали, почему, они весной посадят, осенью продадут, понравится, еще раз купят, весной посадят, осенью продадут, и в это время, их маточный сад, маточный, ну, там, допустим, сотни оставили, тысячи, будет подрастать, и через несколько лет они будут своим торговать, все, благодарю за внимание, робот,